АРАТ МЕРЗУЯН АРАТ МЕРЗУЯН открыл посольство Армении в Уругвай. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство. В своем выступлении АРАТ МЕРЗУЯН заявил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году обеим странам удалось достичь высокого уровня политического диалога и выстроить прочные дружественные связи. Как отметил глава МИД, отношения Армении и Уругвая имеют прочный исторический фундамент. Более ста лет назад в латиноамериканской стране нашли убежище многие армяне, спасшиеся от геноцида и Османской империи. Потомки этих армян стали достойными и благополучными гражданами Уругвая. Они служат мостом для налаживания дальнейших двусторонних контактов. Спикер парламента Армении встретится с коллегой из Азербайджана в Женеве. Глава парламента Армении Ален Симонян проведет в пятницу в Женеве встречу с коллегой из Азербайджана Сахибой Кафаровой. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского законодательного органа. Другие подробности пресс-службы не приводят. Отметим, что спикер парламента Армении Ален Симонян с 19 по 21 марта находился в Брюсселе, где проходила сессия парламентской ассамблеи Евронест. Аэропорт Сюник закупает новое оборудование для безопасности полетов. Аэропорт Сюник в городе Капан закупит новое оборудование для безопасности полетов. Об этом заявил директор аэропорта Карем Вартанян. Чтобы свести эти случаи, к минимуму аэропорт закупает новое оборудование. В частности, недавно был установлен прибор, измеряющий высоту нижнего облачного слоя. Скоро будет установлено оборудование VOR, которое тоже позволяет пилотам получить больше информации, связанной с полетом. Что касается возможности международных рейсов, то, как сказал директор, есть ряд технических вопросов, которые должно урегулировать государство. Деятельность аэропорта пока обеспечивает благотворительный фонд Зангизурского медно-молебденового комбината. В 2023 году в Армении большинство судебных разбирательств о преступлениях несовершеннолетних касались наркотиков, кражи и увечий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. Так, в 2023 году по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, были рассмотрены 363 уголовных производства против 244 в 2022 году. Рост составил около 48%. Из 363 производств расследования по 50 завершено и с обвинительными заключениями относительно 63 несовершеннолетних направленных в суд. Подавляющее большинство направленных в суд производств касались краж и случаев, связанных с наркотиками. В частности, из 50 производств 14 касались случаев краж, 10 – незаконного оборота наркотиков, 9 – причинение тяжкого вреда здоровья, 3 – хулиганство, по 2 – убийство и разбоя, по 1 – незаконного оборота оружия и действий сексуального характера, а 8 – иных преступлений. При этом 133 уголовных дела были приостановлены, по 48 завершены процессуальные и доказательственные действия, 2 направлены в другой орган, 12 объединены, 118 – производств продолжены в 2024 году. В отношении семи детей несовершеннолетних принято решение о нереализации или прекращении уголовного преследования. Армянские боксеры гарантировали одну медаль на международном турнире в Каунасе. Представители Армении обеспечили первую медаль на международном турнире по боксу памяти многократного чемпиона СССР и двукратного чемпиона Европы Альгердаса Шоцикаса. Об этом сообщает Федерация бокса Армении. В четверть финала одна медаль гарантирована. Отметим, что в турнире в Каунасе принимают участие 5 боксеров из Армении. Кроме Барегама, Арутюняны, Наринкаунаса выйдут Арутюна, Копкухян, Нарек, Захарян, Гамблет, Адамян и Ованес, Папазян. Мощный циклон накроет Армению. Мощный циклон накроет Армению с 22 по 23 марта, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга. Отмечается, что со второй половины дня 22 марта и 23 марта ожидаются осадки. В предгорьях Ширака, Лории, Тавуша, горах Арагацотна, Котайка и Вайотзора, а также в Гераркунике выпадет снег. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Возможен гром, метель и усиление порывов ветра. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч!